Социальный статус сельского населения измеряется качеством инфраструктуры. В настоящее время правительством разработаны разные программы развития сел в каждом регионе. Аул Ельбисыга – одна из таких госпрограмм. Для решения проблем с освещением в селе Капитоновка было выделено 20 миллионов тенге, а на отопление Дома культуры – 15 миллионов. Кроме того, важнейшим вопросом является обеспечение качественной питьевой водой и централизованным водоснабжением. На эти цели предусмотрено 540 миллионов тенге. «Мы раньше носили воду, ведрами набирали. В прошлом году сделали ремонт дороги. Проблемы со светом тоже решили. Где бы мы ни находились, нужно создавать комфортные условия. Теперь нам необходимо провести газовое отопление». В рамках программы дорожной карты занятости в текущем году отремонтирована крыша школы. Кроме того, созданы условия для полной занятости молодёжи. По словам Акима Села, местные жители не хотят покидать населённый пункт. Для того, чтобы они вели здоровый образ жизни, построены новые вордкаут-площадки. «Будучи Акимом, не могу просто так сидеть в новом офисе. Наша работа начинается с опроса населения. Готов ли корм, есть ли сложности, какие трудности у пенсионеров. Этот округ – моя семья. Если сам руководитель не будет болеть душой за людей, то кто будет?» К 2025 году в стране планируется стопроцентное обеспечение населения водой. Для этого в рамках госпрограммы «Нурлежер» на строительство и модернизацию систем водоснабжения и канализации выделено 586 миллиардов тенге. Зарина Женисбекова, Жансул Жейнкул, Медед Кайркенов, Павел Соловьёв, Жамбул Болтаев, Кокщак Парад.